здравствуйте сегодняшний наш урок будет посвящен вопросу разметки отверстий не так давно в своей ленте я прочитал следующий вопрос от романа значит он спрашивает будете ли вы обсуждать тему кондукторов для сверления или других приспособлений из способных материалов способных облегчить труд мебельщика любителя и вот на этот вопрос мы сегодня ответим значит немножечко забегая в прошлое хочу вам рассказать о том как я раньше размещал отверстие у меня есть вот такое вот изделие многие видели его наверное в моих видео уроках 2006 года этому это изделие у меня в руках ему уже больше 10 лет поэтому она имеет такой непотребный вид но это незаменимые изделия при помощи которого я размечал отверстия как происходило разметка отверстий я брал деталь можете кстати сделать тоже такое изделие видите оно простое очень удобно значит надо мне разметить подполка держателя например предположим что это стойка нужно мне подполка держать отверстия я брал рулетку отмерял состояние ну например там на высоте 200 миллиметров на высоте там 400 миллиметров ставил отметки затем прикладывал к этой отметке эту линейку и проводил линию здесь у меня есть расстояние 50 миллиметров от края я вот ставил отметку и вот так ставил отметку все у меня скажем подполка держатели разметка готова вот одна вот вторая и например для того чтобы разметить несколько шкафчиков не приходилось на каждой детали проводить такую операцию это в принципе не занимает большого количества времени и имея вот такой вот деревянный угольник это сделать довольно просто значит были у меня вот такие металлические угольники в которых я тоже сверлил отверстия которые принципе работали по такому же принципу но хочу сказать что если вы приобретете такие вот простые угольники и будете в них сверлить отверстие пытаться размещать ими немножко неудобно размещать потому что они в некоторый момент времени как бы начинаем перемещать и они заваливаются вот видео начинаете и как бы неудобно ими двигаться потому что нету второго ограничителя при помощи вот этой вещи размещать удобнее потому что она не заваливается она всегда как бы цепляется за стол за деталь и стоит ровно но значит это то что было в прошлом таким образом я размещал отверстие когда кстати мне писали люди задавали вопросы какими кондукторами я пользуюсь я всегда говорю что кондукторами я не пользуюсь я действительно не пользовался много лет но недавно я набрел на вот такие вот кондуктора приобрел и решил попользоваться и сегодня я вам хочу показать насколько удобно ими пользоваться вы как бы сами сделаете вывод удобно или неудобно я вам просто покажу то что у меня есть в арсенале значит это кондукторы для разных целей они предназначены для сверления отверстий диаметром 5 миллиметров для сверления отверстий сквозных диаметром 7 миллиметров также есть кондукторы для установки мебельных ручек есть кондуктора для сверления эксцентриковых стяжек кондуктора для установки петель и ответных планок ну и также можем видеть маленькие уголки кстати обратите внимание они тоже сделаны по такому же принципу как был сделан мой уголок то есть этот уголок не заваливает сторону как вот такой простой угольник ну вы видели только что показывал что заваливается в сторону но отличие этого инструмента от этого заключается в том что при помощи этого кондуктора мы не размечаем отверстия а уже непосредственно их сверлим то есть экономим время и попользовавшись этими устройствами на протяжении пару месяцев я понял что действительно удобно к этому нужно просто немножечко привыкнуть на это удобно значит мы имеем в данном случае уголок длиной 25 миллиметров это для коротких стоек например для мебельных шкафчиков кухонных шкафчиков тут обычно у нас ширина стойки 300 миллиметров и нам довольно удобно пользоваться таким угольником или если мы какими ящики размещаем длинный угольник не нужен если мы делаем какие-нибудь большие изделия такие например там ширина стойки там 550 600 миллиметров тогда нам нужен уже большой угольник но опять же если вы будете приобретать эти изделия немножко как бы вперед забегаю нужно конечно приобрести оба изделия потому что большим угольником размещать маленькие вещи столе ну крайне неудобно за все цепляется как видите его работа становится неудобной и так как же пользоваться этими инструментами значит давайте вам покажу немножечко поближе этот инструмент значит что он из себя представляет он из себя представляет вот такую вот пластину толщиной 16 миллиметров как правило значит в ней просверлены отверстия отверстия от скажем начало отчета 25 50 75 есть также инструменты с шагом 32 миллиметра но я ими не пользуюсь но может кто-то пользуется кому-то удобно считать можете заказать тут будет там 32 64 и так далее в каждом кондукторе есть отверстие под различные присадки ну вернее тут не надо говорить про различные присадки по два вида либо под пятерку либо под семерку да как вы будете уже не пользоваться это уже ваше дело значит эти втулки выполнены из металла чтобы сверло не разбивала втулку как видите сверло у нас ставится под 90 градусов и облегчает нам процесс сверления да то есть мы не будем с вами бояться особенно начинающие мастера что сверло уйдет в сторону то есть это удобно реально удобно и чтобы вам показать как это работает я сейчас соберу ящик значит смотрите вот у меня есть основание ящика я сделал основание из dsp тоже ящик широкий но в общем решил не экономить я люблю когда основание ящика такое жесткое значит вот это вот у нас одна стойка это у нас вторая стойка вот это у нас задняя часть ящика и фасад ящика у нас будет крепиться непосредственно к стойкам на эксцентриковую стяжку и вот сейчас вот под вот эти вот под вот это вот изделие мы сделаем отверстие при помощи этих шаблонов и так перед нами две детали одну деталь я сейчас размечу классическим способом при помощи рулетки угольника и карандаша другую размечу при помощи шаблонов чирон и мы посмотрим насколько удобно это делать значит примерно себе можете засечь как-то время я конечно не буду это делать именно соревновательный процесс потому что будет кое-что вам объяснять для тех кто никогда не изготавливал мебель поэтому в качестве соревновательного процесса не будет ну вы отметьте себе просто как сам процесс удобства работы и так я откладываю эту деталь значит в этой детали нам нужно сделать три отверстия сквозных и отверстия под эксцентриковую стяжку значит как я делаю сквозные отверстия я прикладываю свой шаблон провожу линию это у нас 8 миллиметров от края 50 отсюда 50 отсюда значит здесь примерно посередине у нас тоже должно быть отверстие на расстоянии 150 миллиметров от переднего края сделаю пометку это ручной способ чтобы мы не перепутали детали и это у нас будет лицевая часть с внутренней части нам необходимо будет просверлить отверстие отверстие под эксцентриковую стяжку значит тут 75 миллиметров я прикладываю угольник отмечаю и здесь у меня должно быть 34-35 миллиметров от края и ставлю еще одну отметочку здесь значит вот таким способом я произвел разметку теперь чтобы сверло не ушло в сторону я воспользуюсь шилом и накерню каждое отверстие накерню здесь накерню и теперь сверлю отверстие сверло диаметром 8 миллиметров 7 миллиметров будем все одинаково сверлить чтобы увидеть разницу и она есть 1 2 3 сверлим отверстие в торце теперь нужно здесь просверлить отверстие под эксцентрик если у вас возник вопрос а как я ориентируюсь по глубине опережая ваш вопрос ориентируюсь на глаз привык и могу сверлить отверстие на глаз вы тоже если просверлить десятка два отверстия хотя бы уже будете ориентироваться вот и скажем моя деталь размечена значит если у вас будет десяток таких деталей нужно будет сначала их все разметить а потом все просверлить сложно только ну в принципе вот сейчас мы просверлим еще отверстие в этой детали внизу сразу же ставим пометочку вот ручная и отмечаем отверстие смотрите когда я сверлю отверстие я я вот так вот ставлю чтобы они свисали чтобы вся пилка падала на пол несмотря на то что я выворачивал дверь дрель видите отверстие находится по центру отметок итак одну часть мы разметил ящик а теперь отметим вторую часть потом сравним берем эту детальку сначала нам нужно просверлить отверстие 150 миллиметров от края мы ничего не делаем а именно 8 миллиметров там нужно только его совместить с гранями детали так чтобы не было никаких скажем здесь вот ступенек совместили с грани взяли дверь и просверлили так теперь нужно с этой стороны просверлить отверстие на удаление 50 и 100 миллиметров опять же прикладываем 50 и 100 теперь нам нужно сделать отверстие под эксцентрик отмечаем середину 75 миллиметров ставим кстати отметочку только с одной стороны сверху прикладываем шаблон шаблона есть вот такая вот стрелочка который мы совмещаем центр скажем все равно это условный центр потому что ручную придется немножко подгонять покажу но если мы совместили мы ставим деталь на бок вставляем сюда в отверстие сверло делаем отверстие теперь берем такой вот чопик вставляем его для удобства чтобы у нас не ходил скажем этот кондуктор у нас есть отверстие разметка отверстие под наши стяжки в данном случае использую тридцать четвертую стяжку я делаю отметочку беру расшивок и сверлю отверстие так все эксцентрик у нас установлен теперь необходимо просверлить отверстие в нижней части вот здесь вот мы вручную размещали здесь мы разметим при помощи кондуктора значит берем кондуктор у нас такой вот для сверления отверстие диаметром 5 миллиметров прикладываем его и сверлим на расстоянии 150 мм под край здесь вот у нас уже есть отверточек 150 мм под край единственное что нужно сказать заметить что несколько неудобно сверлить отверстие в торце потому что нужно держать кондуктор нужно держать герталь и еще и целиться кондуктор немножечко скажем отходит в сторону вот пытается упасть вниз вот в этом я ну как бы вижу некоторое неудобство но в принципе можно конечно попробовать сверлить вот таким вот образом хотя мне честно сказать так неудобно ставить деталь вот если мы положим полностью деталь на стол тогда мы не сможем просверлить отверстие потому что вы видите дрель так не ложится в этом вот есть небольшой нюанс но в принципе если вы немножечко приспособитесь то это не будет доставлять неудобств вот видите я уже приспособился знаю на какой отвес должен быть у кондуктора и он у меня не падает вот все отверстие я просверлил теперь мы просверлим отверстие в торце этой детали значит прикладываем кондуктор нам нужно просверлить отверстие на расстоянии 50 и 100 мм приложили и таким же образом следуем раз два смотрим попали в центр до центр детали попали проверяем сквозные отверстия вот это вот детали размечены вручную да видите тут немножечко есть сколы а вот это вот отверстия просверленные кондуктором это вот лицевая часть здесь сколов нету ни на одной стороне другой немножечко есть потому что она видимо у нас неплотно прилегала на лицевой части сколов нет итак теперь момент истины как я сказал собираем значит это у нас ручная вот мы подписали и вот здесь вот ручная сторона ручная сборка вот совмещаем между собой детали видим что нам немножечко неровно напилили здесь есть степенька то есть эта деталь где-то 149 мм это 150 мм поэтому есть небольшая ступенька удобнее можно смотреть если я вот так поставлю детали вот этой частью внутрь раз 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 вот значит смотрите вручную мы собрали и тут получилась небольшая ступенечка в один миллиметр ручная разметка так как у меня на этом угольнике отверстие просверлено расстояние на 8 миллиметров а 9 миллиметров здесь получается небольшая ступенечка которую я убираю при помощи нехитрого действия вложим детали стол и наносим удар океанкой все ровно совпадало здесь буквально доля миллиметра разница это ручная сборка теперь посмотрим что мы собрали по шаблону прикладываем стойку у нас есть отверстие при шаблонной сборке мы тоже получили небольшой смещение то есть я в руках не смог удержать шаблон чтобы идеально ровно просверлить возможно как бы можно держать так шаблоны чтобы не было смещения но вот не на всех деталях это будет получаться имейте ввиду но это смещение тоже легко убирается при помощи киянки мы просто наносим два удара и совмещаем металли видите получилось здесь довольно ровно и здесь довольно ровно теперь мы вкладываем низ деталь просто перевернуть надо смотрим консервант становится ровно под прямым углом теперь смотрим что получилось с шаблоном консервант тоже становится ровно под прямым углом как видите экспериментально доказано что ручная разметка не сильно отличается от разметки шаблонной но при помощи шаблонов работать удобнее консервант в завершении два слова о целесообразности приобретения подобных консервант с того же хочу сказать что я не являюсь представителем компании и не продаю вам эти консерванты мне совершенно все равно будете вы покупать или не будете я их не пытаюсь вам купать поэтому все что я сейчас скажу о них это мое личное мнение оно может совпадать с вашим мнением может совпадать не совпадать с мнением производителей или кондукторов значит для кого они нужны нужны ли они вообще ну вот этот вот кондуктор для эксцентриковые стяжки это вообще что-то классное я рекомендую приобрести его всем кто устанавливает эксцентриковые стяжки реально удобно легко размещать быстро работать единственное на что хочу обратить внимание обязательно нужно к этому кондуктору использовать сверло по дереву потому что когда мы пытаемся просверлить отверстие сверлом по металлу этот кондуктор пытается вверх-низ все-таки куда-то сместиться и уходит вот на изначальные точки поэтому этому кондуктору я говорю да он полезен для всех значит кондуктор для сверления отверстий в торце я бы сказал бы что этот кондуктор может быть полезен только тем мастерам кто делает мебель на заказ на потом у тех у кого нету присадочного станка но это уже мастера которые не делают единичные заказы а делают довольно большое количество заказов для них он будет полезен этот кондуктор для тех кто делает скажем мебель для своего дома одну кухню сделали или один шкаф этот кондуктор покупать экономически невыгодно за исключением тех людей кто боится сверлить отверстия в торце это ко мне бывает часто пишут особенно женщины такие письма что я начала сверлить петаль и у меня сверло кто уходит вот сюда вот по другому понимаете да нарывается я боюсь сверлить отверстия потому что они уходят в сторону вот для этих для этой категории граждан кто реально боится этот шаблон может исправить ситуацию так как когда мы вставляем сверло оно стоит под углом 90 градусов никуда не уходит и ну реально помогает сверлить для тех мастеров кто набил руку и сверлили отверстия в торце без как говорится промаха я считаю что этот кондуктор приобретать смысла нету хотя вещь хорошая если есть почему бы не воспользоваться а следующая кондуктор для сверления отверстий восьми миллиметровых ну эта вещь реально очень редко их пользуюсь когда чётки какие-то установить надо ну считаю что эта вещь 3К11 такая тоже специфическая восьми угольник МК-16 я вам показал всего один сегодня пример как им пользоваться в следующем ролике я покажу как размещать их отбокодержатели еще такие вещи вещи удобные но тоже считаю что данный кондуктор нужно приобретать тем у кого есть малое производство те кто делают мебель в домашних условиях и на доказ 1-2 изделия месяц ты не думаешь он не окупится просто хотя вещь удобная в следующих видео уроках мы с вами разберем вопрос как при помощи кондуктора размятить отверстия под петли и монтажные планки насколько их удобно делать при помощи кондуктора установим мебельные ручки при помощи кондуктора вот этот кондуктор позволяет установить ручки длиной 96-128-160-192 мм а также поработаем с большими длинными кондукторами и оцениваем их функциональность в условиях малого производства если у вас есть пожелания и комментарии пишите их под этим видео напишите что вы хотели бы каких инструментов я постараюсь для вас um